Бизнес – это я. Вышел на маркетплейсы, продаю одежду. А там карточки, ранжирование, макеты, фотки, акции. Постоянно нужны новые идеи, как находить покупателей. Можно не придумывать, как еще привлекать клиентов. Укажите ссылку на ваше дело в соцсети или маркетплейсе, и Яндекс.Бизнес сам приведет вам клиентов. Друзья, сегодня у нас абсолютно уникальное событие, потому что мы будем снимать самый настоящий внедорожник, с помощью которого можно выжить в апокалипсис. Этот монстр построен на базе Cadillac Escalade. Но если Escalade начинается со 110 тысяч долларов, то это стоит у нас от 285 тысяч долларов и в максимальной комплектации 700 тысяч долларов. Ну что, сегодня мы изучим основные фишки этого автомобиля, так что присаживайтесь поудобнее. Это реально эксклюзивный аппарат. Ну а перед тем, как мы к этому приступим, хочу напомнить, что вот такие эксклюзивные новинки первым делом мы размещаем в нашем уютном Телеграм-канале, где уже более 70 тысяч подписчиков. Переходите по ссылочке в описании, заходите к нам в Телеграм-канал и наблюдайте самые чумовые новинки вместе с нами в ТГ. До встречи там! Передняя часть у нас максимально монструозная, друзья. Здесь у нас все интересно начинается с металлического бампера. То есть тачка готова прям ко всему сходу. Лебедочка. Посмотрите, сколько иллюминации. Кроме фар от Cadillac Escalade, здесь можно увидеть дополнительную иллюминацию непосредственно в капоте. И сверху еще вот такая мощная лампа находится. Посмотрите, насколько вообще они тотально изменили внешний вид, по сравнению с тем же Cadillac Escalade. Это вообще другая машина. И это просто, блин, потрясающе. Далее, друзья. Здесь у нас 22 колеса и 35 резина. Если спереди размерность еще более-менее адекватная, в ширину 325, то сзади, это, конечно, надо видеть своими глазами. Здесь 375 резина. Это же просто, это вообще, насколько в это можно поверить. Выглядит она просто нереально. Просто вау, это как, друзья? Просто чума. Подписывайтесь на мой канал. У нас машина бронированная, то есть вы можете заказать резвание как с бронёй, так и без. Если речь про броню, то здесь у нас B4 броня, и она входит в пакет, в военный пакет Military Package, он стоит 125 тысяч долларов, это, собственно, одна из его опций, там куча всего-всего интересного. И также за дополнительные 30 тысяч долларов вы можете заказать на него броню B6+, чтобы быть уже максимально защищенным от всего. Я даже, друзья, не знаю, что круче смотрится в этом автомобиле, передняя часть или задняя, потому что с точки зрения дизайна, блин, сзади они, мне кажется, тоже очень круто всё реализовали. Просто посмотрите на это. Такой, с одной стороны, минимализм, да, потому что у нас здесь только одна диодная лента, которая разбита ещё на две внутри, но это просто вау. Итак, открываем. И также вместе с Military Package идет целых 7 касочек, 7 бронежилетов, настоящие броники, всё по-настоящему, друзья. И, конечно же, 7 противогазов. Ну, а съёмка Rezvani у нас проходит рядом с их шоурумом. Зашли немного передохнуть, попить кофе. Посмотрите, какой у них здесь простор, какая красота. Также есть интересные здесь автомобили. Скоро Rezvani выпускает свой суперкар. Здесь прототип, который они показывали какое-то количество лет назад. И уже совсем скоро уже будет показана итоговая версия. Она будет в районе 1000 лошадиных сил. Называется Rezvani Beast. И здесь вы можете видеть очень интересный аппарат. Мы уже снимали его на YouTube. Называется он Rezvani Tank. И гордость моя здесь заключается в том, что мой друг Самир Садыхов, который сейчас работает в Genesis, являлся человеком, который создал дизайн экстерьера на эту модель. И мы снимали как раз вот эту машину пару лет назад. Если мне память не изменяет, в ней в районе 1000 сил как раз-таки компрессорная V8 6.2. И когда мы снимали динамику со стороны, впирала она, конечно, совершенно люто. Все выглядит очень круто на уровне. Молодцы, очень рад за компанию. Растут, развиваются и превращаются в полноценный автобренд. Друзья, еще из интересного, если вы вспомните Cadillac Escalade, то у него задняя дверь выглядит совершенно не таким образом. То есть здесь он открывается сверху. И что еще интересно, здесь, разумеется, все стекла, они бронированные. Это ощущается, когда ты по ним постукиваешь, опускаешь. Они прям очень-очень толстые. Просто чума. Друзья, капот реально очень тяжелый, потому что он тоже бронированный. Всего доступно 4 мотора на Rezvani Vengeance. Здесь у нас стоит стандартный V8 6.2, такой же, как у Escalade. 420 лошадиных сил. За него доплата никакая не нужна. Далее, есть еще дизельный мотор, 3-х литровый. За него уже доплата у нас идет 3 с небольшим 1000 долларов. И он по мощности 270 лошадиных сил. С таким же крутящим моментом, как и на V8 6.2. И далее еще два очень сочных мотора. V8 6.2 с компрессором. Мощностью 590 лошадиных сил. Эта опция стоит уже 55 тысяч долларов. И если вы хотите максимальный Rezvani Vengeance, который будет хорошо разгоняться, несмотря на то, что он бронирован, то вам нужен четвертый мотор. Это V8 6.2 с компрессором. Мощностью 810 лошадей. Эта опция будет стоить 125 тысяч долларов. Что касается веса. Стандартный Rezvani Vengeance весит... Стандартный, не бронированный Rezvani Vengeance весит 2 тонны 800 килограмм. Затем на уровне брони B4, как у нас, 3 тонны 200 и максимальная броня B6+. С ней вес возрастает до 3 тонн 700 килограмм. Кстати, для бронированного автомобиля, по-моему, не так уж и тяжело. Особенно, если выбираете максимальный опциональный мотор на 810 лошадей. Ну вот мы и внутри этого монстра, друзья. Как видите, внутри это у нас все тот же Escalade. В данном случае у нас, можете посмотреть, 7-местная машина. Если хотите, она может быть 8-местная. И фишечки. Закрываем окно. Здесь вот видно, что оно бронированное, толстенное. Также это замечательно слышно, если немного постучать. Оттуда вам не видно, но здесь у меня есть кнопка Tactical Lights, которая включает верхнюю иллюминацию снаружи автомобиля. И здесь у нас, посмотрите, целый набор самых чумовых штук. Значит, дополнительные иллюминационные элементы, стробоскопы. Затем Shocking Doors. Это очень интересная фишка. Если вы включаете эту опцию, то если кто-то попытается снаружи открыть вашу машину, когда вы внутри, его бьет электричество. Замечательно. Ну, замечательно, если вы в очень опасном месте и вам нужна безопасность. И, кстати, нам сейчас сотрудница Rezvani рассказала, что реально многие клиенты Rezvani покупают этот автомобиль, чтобы быть готовым к апокалипсису. Magnetic Dead Bolts. При активизации этой фишки раздвигаются специальные болты из дверей, и они прям намертво блокируются. Кнопочка Smoke Screen активирует поток дыма сзади, чтобы вы могли, как осьминожка, уйти от преследования. И Pepper Spray. Это у них новая опция. Собственно, распылители находятся на боковых зеркалах, и оттуда, собственно, у нас идет эффект газового баллончика. Просто офигеть реально. Что творится? Уже побыстрее бы прокатиться. Затем здесь у нас, посмотрите, есть сейф. Это опция за тысячу долларов, где можно спрятать что-нибудь, что хочется спрятать. Извините за капитан очевидность. Мы уже немного тут подутомились, потому что очень много всего для вас снимаем с этим автомобилем. Также есть система интерком. Также у нас здесь есть система интерком. Опачки. И количество опций, друзья, я не знаю, как все перечислить, потому что их просто гигантское количество. И это круто. Ну что, друзья, вот мы и на борту. Начинаем рулить. Внутри у нас абсолютная тишина. И, кстати, посмотрите. Достаточно бодрый разгон, мне кажется, на этом автомобиле. С учетом того, что он бронированный, весит больше трех тонн. Это реально неплохая динамика. Но, конечно, нужно брать максимально опциональный мотор на 810 лошадиных сил. И тогда это будет прям очень быстро и динамично. Этому мотору V8 6.2 атмосферному, конечно, тяжеловато. Тяжеловато ему. Тащить бронированную тушку. Но у него неплохо получается. Очень неплохо. Конечно, крайне интересное ощущение управления буквально-таки военным автомобилем. Потому что вы видите вот эти элементы, да? Элементы капота. Это, конечно, очень-очень впечатляет. Ну и в полном шоке аудитория на дороге. Оно и понятно почему. Весьма бодро идет, друзья. Весьма бодро. И крайне мягок он на дороге. Потому что у нас, вы видели, какие внедорожные колеса с гигантским совершенно профилем. Это мощно, друзья. Абсолютный шок-контент сегодня у нас на обзоре. Кстати, логотип немного напоминает УАЗ. Друзья, на этом заканчивается наш короткий обзор на... Пффф. Друзья, на этом заканчивается наш короткий обзор на Rezvani Vengeance. Я реально стал фанатом этого автомобиля. Потому что, ну, он настолько круто внешне выглядит. Ничего такого в серийном производстве на данный момент в мире нет. И по итогу этого небольшого тест-драйва обзора мне хочется в будущем снять для вас еще две вещи. Первое, взять эту тачку на оффроуд и помесить немножко грязи. И второе, это протестировать Rezvani Vengeance с мотором на 810 лошадиных сил. Потому что все-таки атмосферный V8 6.2, ну вот, тяжеловато ему тащить бронированный автомобиль. И что касается непосредственно этого Rezvani, он стоит 420 тысяч долларов. Вы помните, от 285 до 700 тысяч можно комплектовать, да? Вот это 420. Ощутимый прайс, конечно, это огромные деньги. Но интересно, что за эти деньги вы получаете полноценную военную машину, на которой можно ездить по городу. Это просто охренеть. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч. На связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова